В школе номер 17 эмоции зашкаливают через край. И это неудивительно. В ней проходят соревнования между детскими садами «Мама, папа, я – спортивная семья». Мероприятие традиционное, ему более 20 лет. Все дошкольные учреждения микрорайона Рябкова ежегодно участвуют в таких эстафетах. В них принимают участие будущие первоклассники и их родители. Поэтому мы стараемся объединить все детские сады микрорайона на таком мероприятии. И девиз нашей школы – семья и школа вместе навсегда. Поэтому вот такие большие мероприятия, которые охватывают и детей, и родители, являются мостиком между детским садом и школой. Эстафеты очень сложные, но участников это не испугало. Дети и взрослые преодолевали препятствия, не жалея сил, и, кажется, получали от происходящего не меньшее удовольствие. Ну а болельщики поддерживали своих спортсменов дружными восторженными криками. Данное мероприятие пошло на пользу и доставило массу положительных эмоций как работникам школы, так и малышам. Не остался равнодушным даже судья. В его роли в этот раз выступил глава города. Эта традиция, зародившаяся много лет назад, сегодня дает то воодушевление, то вдохновение на большие-большие хорошие дела. Потому что здесь присутствуют не только дети, здесь присутствуют их родители, воспитатели, советующие детских садов, директора школ. И многие те, кому неравнодушен к сегодняшней жизни, кто хочет творить хорошее для наших детей, для развития родного города, для развития нашего государства. Соревноваться в силе находчивости, сноровки и продемонстрировать ловкость и умение быстро преодолевать препятствия собрались три команды из разных детских садов. Такие совместные мероприятия прививают детям любовь к здоровому образу жизни и воспитывают дух соперничества. Дошкалята получили возможность показать свои спортивные таланты, ну а взрослые смогли на время стать детьми. Старался, а тренировался ты это? И что ты делаешь, чтобы победить? Тренировался. А еще что? Бегал. Водил мяч. Водил мяч. Бегал. Бегал. В короткие минуты перерывов, пока спортсмены отдыхали и набирались сил, творческие коллективы развлекали зрителей своими выступлениями. После окончания, когда подвели итоги соревнований, состоялась церемония награждения победителей. Призы и подарки получили все участники соревнований. Лариса Драгункина, Илья Орванцев, Александр Бутаков, информационное агентство Курганру.